Продолжение следует... ...в формате реализации новой обновленной программы по технологии в основной школе. Мы уже провели достаточно много с вами вебинаров, говорили о содержании обновленной требований примерной программы, говорили с вами о модели технологической подготовки, рассматривали вопросы примерного тематического планирования. Но с моей точки зрения данная тема тоже достаточно плотно завязана в формате проектирования рабочих программ по технологии в обновленном формате. С чем это связано? Мы уже не раз с вами говорили, что все изменения, которые произошли в содержании моделей технологической подготовки, они связаны с реализацией мероприятий, концепцией преподавания предметной области технологии. И в рамках данной концепции было предусмотрено для достижения цели и задачи технологического образования на современном уровне предоставить обучающим все возможности использовать ресурсы организаций, как бы мы сказали, дополнительных к школе. То есть это могли быть учреждения дополнительного образования, какие-то мастерские учреждения среднего профессионального, высшего образования, социокультурные организации, учебные, может быть, комбинаты и так далее. То есть на самом деле введение вот этих вот новых модулей в нашу образовательную программу, оно как раз поставило вопрос, а как можно использовать оптимально те небольшие пока, к сожалению, но все-таки имеющиеся возможности, которых нет в школе, на которых, в принципе, присутствуют. И именно вот в рамках того, как это можно сделать, мы сегодня и хотели поговорить на нашем вебинаре. Но прежде всего немножечко о том, почему вот так вопрос возник. Дело в том, что нормативно вопросы сетевого взаимодействия не прописаны достаточно давно. И прежде всего в законе образования Российской Федерации в статье 13 и в статье 15 говорится о том, что существует такая сетевая форма реализации образовательных программ, и она предполагает организацию обучения с использованием ресурсов в нескольких организациях, которые могут осуществлять образовательную деятельность. Исходя из этого, участниками сетевой формы могут быть образовательные организации как общего, так и дополнительного и профессионального образования. Это могут быть организации культуры, спорта, молодежной политики, какие-то научные организации. Ну или также сказано, что это могут быть иные организации, которые имеют необходимые ресурсы для осуществления образовательной деятельности, проведения учебной и производственной практики. То есть, как бы в нормативном поле этот вопрос обозначен, соответственно, возникает вопрос, как реализовать данные запросы, данные возможности. Почему на сегодняшний день эта проблема еще достаточно актуальна? Ну, кроме того, что в концепции у нас этот вопрос поописан, кроме того, что примерно в основной программе по технологии обозначено включение новых современных модулей, а также мы можем еще обратить внимание на основные, как бы мы сказали, позиции федерального проекта «Современная школа» в рамках нацпроекта образования, где обозначено, что к 2024 году в сетевой форме должно быть реализовано до 70% образовательных программ. То есть, потому что все-таки, как бы мы сказали, оптимальное, эффективное использование имеющихся ресурсов, оно тоже имеет достаточно большое значение. Для чего нам, в принципе, нужны возможности сетевой взаимодействия? Ну, прежде всего, это повышение качества образования, потому что, к сожалению, пока не каждая школа имеет возможность иметь оборудование, материально-техническую базу на современном уровне, но где-то, в принципе, эта инфраструктура есть. И как раз за счет использования инфраструктурного обеспечения других организаций, инновационного оборудования, которое там имеется, кадровые ресурсы, вот объединение усилий разных участников сетевого взаимодействия и, в принципе, дает возможность повысить это качество образования. Второй момент – это вопрос, который связан с вариативностью образования и построением индивидуальных образовательных траекторий. Значит, на сегодняшний день, опять же, возможности сетевого взаимодействия расширяют вот эту вариативность использования образовательных программ и, в том числе, не только за счет, как бы мы сказали, вариативной части, но и возможности организации внеурочной деятельности. Второй момент – это, конечно, рациональное использование финансовых средств, потому что мы понимаем, что в данном случае мы объединяем ресурсы нескольких организаций. У нас нет задвоения, задвоенного использования ресурсов и за счет перераспределения финансовых потоков мы определенным образом эти финансовые средства, собственно говоря, экономим. Далее, та имеющаяся современная материально-техническая база, высоко оснащенные оборудованные места, где они имеются, например, это детские технопарки, квантуриумы, эти полигоны, точки роста. Там, к сожалению, не всегда бывает загрузка на полный учебный день и как раз возможности сетевого взаимодействия позволяют, как бы мы сказали, более эффективно, в полном объеме использовать имеющееся, в общем-то, дорогостоящие оборудования. Ну и, конечно, проблемы в повышении квалификации, профессионального мастерства педагогов, они тоже играют свою роль. И в данном случае сетевое взаимодействие дает возможность не только научить учеников, как бы мы сказали, современным технологиям, но и позволяет возможность педагогам, прежде всего в общеобразовательных организациях, тоже повысить свою профессиональную компетентность, поработать на современном оборудовании, ну и, соответственно, скажем, более, опять же, качественно осуществлять образовательный процесс. Если говорить о нормативных документах, то в них обозначены определенные принципы реализации сетевого взаимодействия. Это прежде всего, конечно, принцип кооперации, как бы мы сказали, всех имеющихся ресурсов, цель эффективной реализации образовательных программ. Это, конечно, возможность использования лучших практик в процессе обучения, потому что в том числе и сейчас за счет системы дистанционного обучения мы практически безграничны, да, можем использовать цифровые инструменты в системе образования. Ну и, конечно, это возможность привлечения специалистов высокого уровня, так называемых специалистов экспертного сообщества, которые тоже дадут возможность и оценить уровень преподавания, изучения отдельных, как говорится, современных конвенционных блоков и модулей, но, с другой стороны, и самим поучаствовать в этой работе. Значит, я сегодня не буду очень достаточно глубоко углубляться в нормативную базу, просто хотелось бы проговорить такие основные аспекты, с чем связано, да, каким образом можно найти выходы, а поскольку все-таки в каждом регионе, в каждой образовательной организации складываются свои условия, да, то здесь, наверное, можно рассматривать какие-то рамочные такие подходы, да, которые позволят, собственно говоря, осуществить реализацию сетевых форм, реализацию образовательных программ. Ну, я уже говорила сегодня, да, что с утверждением новой, примерно основной образовательной программы, основного общего образования, которое касалось именно содержания модели реализации технологической подготовки, как раз возник вопрос о том, что те задачи, которые поставлены в современном формате, достаточно сложно школам реализовать без привлечения, как бы мы сказали, сетевых ресурсов. Кроме того, те гибкие компетенции, которые обозначены в качестве планируемых результатов освоения образовательной программы, их, в принципе, достаточно трудно реализовать без каких-то, как бы мы сказали, внешних источников, внешних ресурсов. И поэтому, по сути дела, сама примерная программа по технологии, да, она и послужила, как бы я сказала, основой для, может быть, актуализации, активизации форм сетевого взаимодействия в рамках реализации технологической подготовки школьников. Что касается наших, как бы мы сказали, тематических блоков, которые традиционно были заложены, то они дают, как бы мы сказали, такую методологическую содержательную возможность освоить любые современные технологии за счет понимания сущности технологического процесса, общих подходов и закономерностей. Вот. А с точки зрения именно содержания на модульном уровне, мы имеем возможность конкретизировать, с одной стороны, изучение отдельных технологий, а с другой стороны, дать возможность детям показать, что вне зависимости от того, какие у нас отраслевые технологии существуют, реализуются, у нас все-таки существуют единые подходы, есть общие закономерности организации технологического процесса, реализации технологии, работы с оборудованием, инструментом и так далее. И вот как раз введение вот этой модульной структуры реализации программы, по сути дела, для многих школ достаточно большие проблемы реализации технологической подготовки школьников на имеющейся, как бы мы сказали, базой внутри образовательной организации. Поскольку в программе прописано, что все модули в том или ином объеме и формате должны быть изучены учащимся, то есть они должны познакомиться со всеми модулями базовыми, которые вот здесь 6 обозначены, и плюс, возможно, какие-то дополнительные, которые определяют регионы, то сразу возникает вопрос, что, конечно, хотелось бы до детей доводить информацию в современном, а не только увидеть за счет электронных образовательных ресурсов, но и, собственно говоря, самим выполнить какие-то практические работы и в реальности, собственно говоря, самостоятельно, собственными руками, выполнить какие-то технологические операции, создать какие-то материальные или информационные продукты. И вот здесь как раз встает вопрос о том, как, в каком формате мы можем использовать ресурсы других организаций, которые имеют соответствующую материальную базу. Ну, вот здесь я просто выделила часть документов, опять же, постаралась вам определить ссылки, по которым вы можете посмотреть. Итак, что мы должны знать, с чего мы должны начинать, занимаясь вопросами сетевого взаимодействия. Но прежде всего, как я уже сказала, закон образования Российской Федерации, это статья 13-я часть 1, статья 15-я определяет возможности реализации образовательных программ в сетевом формате. То есть основной, как бы мы сказали, наш отраслевой закон нам позволяет это делать. Значит, далее, с 2013 года был определен порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам в рамках реализации сетевого взаимодействия. Самый первый документ, как вы видите, был утвержден еще в 2013 году, но практически ежегодно вносятся какие-то корректировки, какие-то изменения в порядок реализации сетевого корпуса. И здесь тем, что происходит изменение в других, как бы мы сказали, законодательных актах, смежных со сферой образования или внутри сферы образования. И поэтому необходимо вносить определенные корректировки. Поэтому на сегодняшний день у нас в действии находится приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10 июня 2019 года, номер 286, в котором, в принципе, достаточно четко прописан вот этот порядок организации сетевого взаимодействия, указаны общие подходы, механизм реализации данных сетевых программ. Но опять же я хочу сказать, что это такие общерамочные положения, а каждая школа, естественно, должна сама выстроить свою модель сетевого взаимодействия. Значит, далее, как бы сказать, расширение к данному приказу Министерства просвещения были подготовлены методические организации по организации образовательной деятельности, используя сетевые формы реализации образовательных программ. Это письмо Министерства образования и науки еще было подготовлено в 2015 году, но там, собственно говоря, какие-то общие вопросы прописаны. И также в 2019 году были подготовлены методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных образовательных программ в сетевой форме. Почему вот здесь хотела обратить ваше внимание, вот общаясь с разными регионами, понимаю, что когда этот весь процесс идет в локальную формацию, да, то есть школа хотела бы, например, там осуществлять сетевое взаимодействие с рядом находящимся там центром детского творчества, да, или технопарком. Им приходится вот как бы самостоятельно со своими учредителями осуществлять вот весь пакет нормативных документов, правоустанавливающих документов по реализации программ в сетевой форме. Когда это делается на уровне региона, ну, предположим, как это сделано в Москве, вот здесь вопросы для образовательных организаций, в принципе, в большей степени уже есть какая-то единая нормативная документация. Есть уже согласование отдельных служб и ведомств, и в данном случае, конечно, школам меньше приходится, да, затрачивать усилий на реализацию сетевых форм. И вот в данных методическом письме вот от июня 2019 года как раз прописана рекомендация, как бы это было удобнее регионов, чтобы были какие-то единые региональные требования и школы взаимодействия с другими, да, организациям более успешно решали эти вопросы сетевого взаимодействия, да. Кроме того, мы понимаем, что школа все-таки реализует, как мы говорим, общеобразовательные программы. Ее основная задача – это достижение планируемых результатов освоения, скажем, основного общего образования. И в данном случае у нас за основу должны быть взяты нормативные документы. Это требования федерального государственного образовательного стандарта, да, это примерная основная образовательная программа основного общего образования, потому что все общие содержатели требования, результативные требования, они как раз выстраиваются именно с позиции этих нормативных документов, да, поэтому надо сначала вот все эти вопросы четко, как говорится, понимать, завесить и затем уже эти все вопросы реализовывать. Ну и, соответственно, здесь будут разные модели, мы о них поговорим немножко позже, но это четко все-таки вот должны понимать, что это платформа реализации общеобразовательных программ и все остальные организации, которые будут оказывать сетевое взаимодействие, они подключаются, да, к школе и выполняют, собственно говоря, те требования, те задачи, которые определяют им школа. Поскольку у нас высокооснащенное оборудование, которое размещено в этих вот ресурсных центрах, оно требует особых, как говорится, сказать правил безопасности образовательного процесса, соблюдения техники безопасности, то, конечно, здесь также должны быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. В данном случае мы тоже, как представители, скажем, школ, должны контролировать вот эти все требования, понимать, что никаких нарушений с точки зрения безопасной образовательной среды нет. Ну и мы с вами говорили о том, что в рамках реализации концепции, значит, в феврале 2020 года был представлен план мероприятий по реализации концепции, и там вопросы сетевого взаимодействия тоже были обозначены, причем они были обозначены в качестве как раз именно реализации сетевого взаимодействия. Рекомендованная часть инвентаризации материально-технической базы. То есть у нас есть программа, у нас есть требования к результатам освоения программ по технологии, причем они четко прописаны по годам обучения, и мы в соответствии, проведя инвентаризацию площадки, в которых тоже оборудованы рабочие места с высокооснащенными оборудованием, и, соответственно, для того, чтобы более эффективно, опять же, использовать загрузку этих мест, то мы можем привлекать как раз соседние школы, которые относительно в зоне доступа находятся, или, может быть, это там формат второй половины дня, может быть, даже это суббота, для того, чтобы ученики соседней школы имели возможность пользоваться вот этими ресурсами. Далее, как правило, да, это организация дополнительного образования, потому что у нас, к счастью, есть и детские технопарки, кванториумы, цмиты, у нас есть сейчас точки роста, эти клубы и так далее. То есть достаточно много организаций дополнительного образования, которые имеют вот это оборудование, да, но они, соответственно, работают со своим контингентом, у них есть свое госзадание, но, тем не менее, они все-таки заинтересованы в привлечении, да, на свои вот эти программы дополнительного образования учеников. И как раз вот возможность сочетания материально-технической базы учреждений дополнительного образования и привлечения учащихся общеобразовательных школ на данной площадке как раз создает, с моей точки зрения, условия для заинтересованности детей. Те, кто, ну, более, скажем, проявил интерес к тем или иным дополнительным программам, могут уже потом, собственно говоря, записаться в эти детские объединения на базе учреждений только образования и себя реализовывать. В ряде регионов реализуются проекты, как мы говорим, в системе наставничества, да, или сейчас есть такой проект «Дом научной коллаборации», да, когда организации профессионального образования, это колледжи, техникумы, вузы предлагают свои мастерские для работы со старшеклассниками, да. Здесь вы тоже понимаете, что это идет работа с потенциальными, как мы говорим, абитуриентами, которые как бы изнутри, да, знакомятся с инфраструктурой данных профессиональных образовательных организаций. Вот, а с другой стороны, опять же, это возможность работать с талантливой молодежью, это привлечение их к участию в различных олимпиадах и конкурсах, да, и, соответственно, школа тоже имеет возможность эти ресурсы использовать, да. Кроме того, например, у нас есть, опять же, в Москве такой пример, как университетские субботы, да, когда, предположим, ученики ряда школ записываются, да, на знакомство, на посещение каких-то отдельных вузов, колледжей, да, и, собственно говоря, ознакомиться с работой этих образовательных организаций. То есть эти площадки мы тоже можем использовать. А в определенных случаях мы можем использовать возможности различных социокультурных организаций, то есть это учреждения культуры, спорта, молодежной политики, которые тоже, вот, находясь в данном ведомстве, могут, собственно говоря, давать нам возможность реализовывать такие сетевые программы. Значит, кроме того, в качестве сетевых партнеров у нас могут выступать промышленные предприятия, организации, бизнес-структуры, которые тоже, ну, заинтересованы, так скажем, в ознакомлении, да, потенциальных, как бы мы сказали, работников со своей отраслевой структурой. Значит, на некоторых предприятиях, организациях даже существуют учебные центры, у них есть как раз лицензия на осуществление образовательной деятельности. И вот в рамках, собственно говоря, данных документов, данного правового поля эта работа возможна. Ну и кроме того, у нас есть различные общественные организации, частные лица, потому что педагоги здесь тоже могут предложить свои, как говорится, индивидуальные возможности, когда мы, ну, в определенных случаях, да, эту тоже базу можем использовать, да, то есть, как вы видите, спектр вот этих вот организаций, которые могут выступать вашими сетцевыми партнерами, они достаточно широкие. Значит, как выстраивать эту модель, да, ну, вот я уже сказала, что мы начинаем с негаинвентаризации, да, и я бы сказала, что, по сути дела, наверное, имеет смысл выстроить сначала внутреннюю какую-то сеть, да, потому что технологическая подготовка, она по сути своей, да, не ограничивается уроками технологии. И в примерной программе, в модели технологической подготовки это четко прописано, да, что кроме уроков технологии мы можем предлагать какие-то учебные курсы. У нас есть в школе, да, какие-то занятия в рамках неурочной деятельности, дополнительного образования, это могут какие-то быть формы организации учебно-исследовательской, проектной деятельности, социально ориентированной деятельности, да, и именно вот в рамках этих форм мы, по сути дела, понимаем, что дети так или иначе знакомятся с миром технологий. Вот надо сначала четко понимать, наверное, что школа внутри может предложить, да, оно такое внутреннее, да, взаимодействие, потому что часто, к сожалению, так бывает, что уроки технологии это одни мастерские, а, скажем, та же система внеурочной деятельности, дополнительное образование, это могут быть какие-то другие уже помещения, и они, к сожалению, никак между собой не пересекаются. Внутренняя, да, универсальная модель, которая позволяла сначала провести инвентаризацию и систематизацию внутренних ресурсов и прописать это все внутри школы. Ну и в рамках, если все-таки сетевой модели, если вы понимаете, что тех ресурсов, которые у вас есть в школе, недостаточно, то тогда мы должны уже смотреть, кого мы к этому можем привлекать. В рамках термотивных документов предлагаются как бы две формы реализации сетевой модели. Первая форма – это когда школа заключает договор, да, с сетевым взаимодействием и реализует вот эти вот сетевые программы на площадках организации, которые участвуют в формате сетевого взаимодействия. То есть мы условно можем назвать это ресурсный центр, да, то есть, скажем, школа, вуз, школа, учреждения дополнительного образования, школа, колледж и так далее, да, то есть дети должны перейти из школы, да, на часть учебных часов, отведенных в рамках предметной области технологий для занятия вот в другой образовательной или иной организации. В связи с этим, конечно, еще возникает очень много организационных вопросов. Это соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, это техника безопасности, это ответственные лица, это вопросы о транспорте и доставке, да, то есть здесь вопросов, конечно, достаточно много, и все это в рамках вот сетевого соглашения должно быть прописано. Есть еще другой формат, так называемое привлечение специалистов, когда представители вот других организаций приходят на площадки школы, в том числе и со своим оборудованием, да, такого условно аренды, да, лизинга, и занимаются на площадках школы, да, в данном случае здесь тоже нужно прописывать, на каких условиях данная организация готова предоставлять специалистов, материально-техническую базу и так далее. То есть здесь эти все вопросы четко в нормативных документах по седьмому взаимодействию прописаны, надо просто уже каким-то образом более четко эти все моменты определять. Значит, еще один момент, вот о котором я говорила на предыдущих вебинарах, хочу на него обратить внимание. Почему? Потому что вот педагоги периодически мне присылают свои рабочие программы с точки зрения проведения экспертизы, да, и я все время, ну практически, да, в каждой программе пишу им такое замечание, что они в рабочей программе обозначили базовый, как бы мы сказали, обязательный уровень требований, да, к освоению образовательных программ. А вот вариативный школьный компонент практически никак не прописан, да. И вот именно с позиции реализации вот этого вариативного школьного компонента мы достаточно успешно как раз можем использовать ресурсы сетевого взаимодействия. Вот каким-то образом это все равно в программе обязательно должно быть выделено, да, оно должно быть обозначено, прописано, да, и уже в приложении как бы к, может быть, пояснению модели реализации данной рабочей программы и четко все вопросы сетевого взаимодействия должно быть прописано, да, но сначала нужно четко понимать внутри содержания, да. Опять же, я разрабатываю программу как педагог, я четко должен представлять, что мы можем сделать в школе, чего мы не можем сделать в школе, кого мы можем пригласить, на каких условиях, да, и, соответственно, уже потом начинать работу вот с данными нашими партнерами для того, чтобы все вопросы взаимодействия сетевого проговорить. И уже только после того, как мы вот эти организационные моменты проговорили, определили, вот, то мы соответствующим образом дальше уже тогда приступаем к проектированию рабочей программы. Но все это, да, все содержание, оно должно быть прописано в единой, как бы я сказала, интегрированной рабочей программе по технологии. Значит, в некоторых случаях в ряде регионов при привлечении вот сетевых партнеров, они иногда отдельно составляют свои рабочие программы в качестве своих форм отчетности, да, потому что они, например, реализуют отдельные тематические модули, и в данном случае, ну, как бы получается такая двойная отчетность. Одна отчетность – это рабочая программа по обязательному предмету, в данном случае технология, которая реализуется в школе, и школа за нее несет ответственность. В рамках организации сетевых партнеров могут быть свои образовательные учебные программы для более четкого контроля содержания, фиксации результатов и так далее. То есть здесь вот такое, может быть, у нас сочетание, может быть, такая интеграция. Значит, еще раз, ну, просто вот здесь слайд напоминаю, что когда шло планирование реализации новой примерной программы в обновленном формате, то Министерство просвещения нам представило методические рекомендации по работе с данной программой, и в этих методических рекомендациях были прописаны и вопросы, в том числе сетевого взаимодействия, и вопросы содержательного плана, что в каком классе следует изучать. И когда вот вы эту такую ревизию, инвентаризацию содержательную будете проводить, вы можете, как говорится, обратить внимание еще более подробно на эти рекомендации и посмотреть, кого в качестве сетевых партнеров вы можете для себя пригласить. Значит, что можно сделать с точки зрения нормативной документации, да, то есть это прежде всего определенная система правоотношений участников сетевого взаимодействия. Ну, прежде всего нужно в каждой школе, да, разработать положение сетевого взаимодействия, это такой внутренний локальный акт, общеобразовательная организация, да, который прописывает вот эти все вообще подходы, принципы, цели, задачи сетевого взаимодействия, да, то есть опять же я говорю, что в данном локальном акте эти все, как бы мы сказали, нюансы, ну, достаточно четко должны быть прописаны. Далее заключается договор о сетевой форме реализации образовательных программ. Вот здесь, опять же, видите, я обозначила те вопросы, те позиции, которые в данном договоре должны быть обозначены. Значит, прежде всего это требует организации образовательного процесса, да, то есть каким образом вот будет вот этот переход, вот эта интеграция осуществляется. В том числе и возможности реализации индивидуальных учебных планов, особенно в старшей школе, да, потому что эти вопросы на сегодняшний день являются актуальными. Далее очень важный вопрос – это координация образовательных программ, да, то есть как, да, эти программы будут интегрированы с другими образовательными программами, которые предлагают сетевые партнеры, в том числе и вопросы учебно-методического обеспечения. Потому что, еще раз обращаю ваше внимание, что со школы никто не снимал ответственность за реализацию, да, образовательных программ в полном объеме. Соответственно, всеобщие требования, которые предъявляются, это наличие учебников, как это соответствующая материально-техническая база, сентарно-эпидемиологические требования, они все должны присутствовать. И школа в данном случае должна это все контролировать, координировать. По сути дела она является заказчиком, да, этих сетевых программ. Значит, далее очень важный вопрос о формах контроля, да, потому что, опять же, есть разные форматы, да, это просто может быть выставление оценок в школьный журнал, в согласовании с программой. Если дети уходят, может быть, там на четверть, на полугодие, да, то возникают вопросы, как выставлять оценки, да. Также в выполнении каких-то социально-профессиональных проб в девятом классе здесь тоже эти моменты проговариваются. В некоторых случаях, когда школы используют площадку учреждений среднего, профессионального и высшего образования, учащиеся в том числе могут и заниматься по программам профессионального обучения, и пройти какую-то аттестацию и получить документы о квалификации. Это тоже очень важно, потому что это, в принципе, как мы говорим, повышает уровень социализации, адаптации наших школьников, и поэтому здесь тоже определенная заинтересованность есть. Естественно, это должны быть определены ответственные лица, кто за что отвечает, в том числе и вопросы, как бы я сказала, безопасности, здоровья, сбережения, доступности, транспорта и так далее. То есть здесь очень много вот этих всех моментов, которые нужно согласовывать. Далее обязательно должен быть заключен договор с родителями, да, потому что в данном случае у нас родители являются заказчиками, да, образовательные услуги, и здесь родителям нужно отдельно объяснить, давать их согласие, потому что, опять же, вопрос иногда, безопасности, взаимодействия транспорта, они очень актуальны. То есть эти все вопросы нужно проговаривать. Далее это условия использования материально-технической базы, цифровых ресурсов. Здесь это четко нужно вопрос проговорить. Ну и дальше, как бы мы сказали, это финансовые условия, как это все будет финансироваться, это передача, как говорится, финансовых средств, это порядок оплаты труда и стимулирования педагогов, которые задействованы в реализации данных сетевых образовательных программ. Это все в договоре должно быть прописано. Опять же, хочу сказать, что вот в рамках этих методических рекомендаций, которые Министерство просвещения в 2019 году разработало, там есть примерные формы договоров, там указаны основные позиции, положения, которые должны быть реализованы в рамках данного локального акта в организации сетевого взаимодействия. Там есть примеры как раз трудовых договоров и иных документов, которые должны быть заключены. Поэтому школы, в принципе, могут это все взять в этих методических рекомендациях и уже на своей базе эти все вопросы решить. Кроме того, когда вы это все проговорили, все-таки мы должны забывать, что у нас есть учредитель. То есть школа у нас не сама по себе. И, естественно, все вот эти общие документы должны быть согласованы с учредителем. Кроме того, у нас еще возникают иногда вопросы соотношения уровня наших учредителей. Часто так бывает, что, например, учредителем школы является муниципалитет, учредителем организации доп. образования может являться уже регион. Или, например, ВУЗ, это может еще и федеральный уровень. Вот эти все вопросы взаимодействия, как бы мы сказали, межведомственного, межбюджетного, они все равно должны определяться учредителями, согласовываясь с учредителями. И, как правило, специалисты, которые занимаются юридическим, как говорится, согласованием, обеспечением, они эти все вопросы четко должны, как можно сказать, утрясти, согласовать для того, чтобы потом никаких претензий со стороны Рособорнадзора и других органов здесь не существовало. Ну и, кроме того, естественно, после заключения вот этих договоров следует составить примерный перечень совместных мероприятий, потому что кроме обучающих мероприятий, это могут быть вопросы, связанные с реализацией программы воспитания и социализации, это различные социокультурные деятельности, это профессиональные самопределения школьников. То есть здесь вопросов достаточно много, это работа с талантливыми, даренными детьми, участие в олимпиадах, конкурсах и так далее. То есть здесь мероприятий, кроме самого обучения, может быть еще достаточно много, которые все будут реализовываться в рамках вот этого сетевого взаимодействия. Ну и просто несколько таких стандартных примеров, которые мы можем использовать в рамках сетевого взаимодействия. Я в марте месяца проводила вебинар по инновационным форумам организации технологической подготовки школьников и говорила о том, что у нас есть такие вот инновационные формы, которые мы, по сути дела, можем использовать уже как формат сетевого взаимодействия. Но прежде всего это центры образования цифрового гуманитарного профиля «Точка роста», это центры цифрового образования IT-клуб, мобильные технопарки «Кванториум» и Дом научной коллаборации. То есть вот эти организации, они по своей сути, собственно говоря, и создавались для того, чтобы реализовывать сетевое взаимодействие в рамках реализации предметной области технологии. Немного отдельно хочется остановиться на точках роста, потому что на сегодняшний день точки роста у нас повсеместно запускаются практически по всей стране. Я знаю, что в этом году ряд регионов, вновь присоединившиеся, будут, как говорится, для себя эту проблему решать. Проблем на самом деле достаточно много. И прежде всего это, конечно, вопросы, опять же, эффективного использования оборудования. А вот здесь по идее реализации центров точка роста, они не должны у нас подменять предметную область технологии. Они как раз созданы именно для использования инфраструктуры во внеурочное время организации досуг. И поэтому разработчики концепции точек роста, они там четко прописывают, что до 30%, то есть вот эта вариативная часть, которая у нас заложена, мы можем использовать программы точек роста. Поэтому, когда оборудуется помещение под точку роста, то опять же в рамках школы, то, что я говорила, вот эта универсальная локальная модель, мы четко можем посмотреть, каким образом эти площадки точек роста мы будем задействовать в образовательном процессе, то есть проводить занятия по технологии, информатике, ОБЖ, может быть, еще каким-то другим предметом, да, отдельно, да, то есть посмотреть, опять же, в учебное время. И, соответственно, организация внеурочной деятельности и дополнительное образование уже на этом оборудовании проводить. Но, опять же, одно, другое, еще раз говорю, не подменяет точка роста, это не предметная область технологии, да, это как раз вот в большей степени все-таки организация внеурочной деятельности, да, это какое-то социокультурное пространство, которое позволяет формировать современные компетенции у наших детей и молодежи. Поэтому надо очень внимательно ознакомиться с положениями точки роста, изучать образовательные программы, их тематические кейсы и смотреть, каким образом мы это можем включать наши учебные предметы. Вот. Ну, и просто хотела несколько привести примеров. Я думаю, что в каждом регионе есть свои уже, как говорится, флагманы, пионеры, которые работают в формате сетевого взаимодействия, может быть, работают достаточно давно. Но мне хотелось просто показать, как бы, доступные практики. Вот, с моей точки зрения, самая доступная и хорошо презентованная практика, да, это сетевое взаимодействие в рамках города Москвы, да. В Москве есть городской методический центр, который, собственно говоря, аккумулирует всю информацию по реализации сетевых программ. Значит, в Москве реализуются два таких крупных проекта. Первый проект – это уроки технологий на правильных площадках московских колледжей, когда мы реализуем в рамках сетевого взаимодействия с системой среднего профессионального образования, да. И я просто вам здесь сделала ссылку, вы можете пройти и посмотреть, какие программы, каким образом, да, на какой документальной основе эти уроки технологии реализуются. Как это можно сделать с точки зрения уже различных, как говорится, юридических, да, правовых аспектов, насколько это возможно. И вторая группа проектов – это предпрофессиональное образование. На сегодняшний день в московских школах есть инженерные классы, медицинские классы, академические, научно-технологические классы. И даже в некоторых школах реализуется такой проект, как Курчатовский центр непрерывного, конвергентного, междисциплинарного образования. Вот по всем этим ссылкам вы можете зайти, познакомиться. Там выложена и общая информация, и документы, которые для этого необходимы. Есть материалы для педагогов, есть материалы для учащихся, методические материалы выложены. То есть хотя бы это некий опыт, от которого вы можете оттолкнуться. Ну, я вот просто взяла два буквально слайда из презентации городского методического центра. Вот видите, они предлагают условия реализации учебного предмета и технологии, используя технопарки, колледжи, атиполигоны, предприятия и так далее, кванториумы. Ну и также вот они в рамках Московской электронной школы, во-первых, предлагают использовать сетевые ресурсы дистанционного обучения. А с другой стороны, как раз вот это вот урок технологии в Московском колледже. Здесь как раз тоже выложены у них различные образовательные ресурсы, в том числе, как бы мы сказали, и интерактивные какие-то обучающие ресурсы, которые дают возможность в процессе моделирования познакомиться с этими нашими современными технологиями. Но это просто вам в качестве информации, которую вы можете использовать в своей работе. Ну и также хочу напомнить, что мы тоже стараемся осуществлять свою методическую поддержку. Прежде всего, это наши учебники, которые входят в федеральный перечень учебников. Мы стараемся, да, все-таки в большей степени обеспечить все модули, те, которые у нас есть. Это уже линейка учебников, которые сдавалась в корпорации «Российский учебник». Вот все рабочие программы, они выложены на сайтах, и вы при разработке рабочих программ можете посмотреть, выбрать для себя что-то, ну и заказать те учебники, которые, собственно говоря, вас в большей степени заинтересовали. У нас есть учебники по черчению, особенно в инженерных классах, там, где реализуются модули, связанные с компьютерной графикой и черчением, робототехникой, автоматизированием системы, 3D-моделированием. Там вопросы графической грамотности стоят тоже очень острые. И вот два наших ОМК, которые включены в федеральный перечень учебников, дают возможность, в принципе, выполнить определенные практические работы и сформировать те результаты, которые заложены в примерную программу. Для школ, которые реализуют аспекты реализации сельскохозяйственных технологий, у нас есть вот такие рабочие программы, которые тоже, собственно говоря, дают возможность в том числе городским детям познакомиться с современными сельскохозяйственными технологиями и в том числе более, как мы сказали, широко познакомиться с этими технологиями для тех детей, которые проживают в сельской местности. Несколько пособий у нас по профессиональной ориентации. Может быть, знаете, иногда кажется, что это не очень сильно связано с сетевым взаимодействием. Но с другой стороны, на самом деле, мы сейчас очень часто в рамках сетевого взаимодействия предлагаем площадки, я говорила, колледжей, вузов, каких-то предприятий, организаций. Здесь вопросы профессионального самопределения, выполнение социально-профессиональных проб тоже играют очень большую роль. Как это сделать правильно, да? Как выбрать профессию, как не ошибиться, да? И вот наши учебники, это вот, например, профессиональное самопределение школьников и «Моя будущая профессия», они тоже позволяют достаточно как бы продуманно, взвешенно нашим учащимся к этому отнестись. Ну и издательство «Бином» у нас сейчас для инженерных классов раздает достаточно большое количество учебных пособий по 3D-моделированию, по роботной технике, по компьютерной грамотности, по информационной безопасности, программированию, которые позволяют нам тоже в формате сетевого взаимодействия реализовать данные модули и использовать какие-то учебные методические обеспечения для реализации данных программ, в том числе и в сетевом формате. Ну и наши электронные ресурсы, да? Я уже сказала, что большая часть наших методических пособий, например, на сайте российского учебника, выложены, и вы можете им там воспользоваться, да? Значит, ну, например, достаточно интересное пособие по организации проектной деятельности, потому что проекты тоже могут, по сути дела, послужить основой для сетевого взаимодействия, да? Когда обучение в одном месте, реализация может проходить в другом. Это просто как в качестве примера пособий, да? Ну, я уже сказала, что наши электронные учебники, они дают возможность, вот, может быть, в современном формате осуществляться образовательный процесс, да? На наших двух сайтах. Ну и наши вебинары, да, которые мы постоянно проводим, стараемся эти все вопросы обозначить. Ну и немножко в качестве анонса, да? Я вот здесь вам отметила, что вопросы инновационных форм организации технологической подготовки мы обсуждали в вебинаре 23 марта, где более четко говорили про точки роста, IT-клубы, дома научной коллаборации и так далее. То есть, если кому интересно, можете посмотреть это. Второй момент, следующий наш вебинар будет посвящен вопросам, как бы, знакомства, да, объяснения родителям о важности и значимости технологического образования. Я уже говорила, что все-таки, наверное, будет с нашей стороны правильно, да, и ответственно с позиции школы, да, рассказать родителям, особенно пятиклассников, что из себя представляет на сегодняшний день технологическое образование. И этим самым мы поднимаем свой социальный статус, свою социальную ответственность. И вот, опять же, опыт работы ряда школы и вопросы, которые необходимо в нормативном поле поднять при работе с родителями, мы будем обсуждать через неделю, да, на следующем вебинаре. И еще в качестве анонса на сентябрь хочу, как бы, предложить мы с нашим методистом Центра технологического образования Константином Борисовичем Кангуевым, учителям технологии, наверное, прежде всего, представителям регионов, хотим предложить вот такую регулярную форму взаимодействия, как ежемесячно проводить методический день учителей технологии, да, то есть это такая пусть будет платформа, которая будет позволять нам обсуждать какие-то актуальные вопросы преподавания технологии в школе, да, вот пока мы запланировали это сделать 16 сентября в 2 часа московского времени, как только план будет утвержден на сентябре, то я думаю, что все педагоги, которые заинтересованы в этом, вы сможете присоединиться к этому нашему вебинару, и мы в таком вот современном онлайн-формате эти вопросы будем обсуждать. Понятно, что в сентябре мы в большей степени хотим поговорить о вопросах внедрения новой программы, учебно-методическом обеспечении, очень много вопросов по точкам роста, вот, ну, я думаю, что, может быть, у вас появятся какие-то вопросы, какие-то предложения, и мы рады будем потом уже выслушать опыт работы в ваших регионах, в ваших школах, которые, с нашей точки зрения, будут полезен в всей России, вот, в том числе и в реализации вопросы в сетевом взаимодействии. Ну, вот, общие, да, как говорится, подходы, которые у меня сегодня были обозначены, я про них сказала. Вот, если у вас будут возникать вопросы, то, пожалуйста, пишите, обращайтесь, презентация сегодня-завтра, она будет выложена, вот, и я сейчас просто хочу посмотреть, пытаюсь посмотреть, и как-то у меня это не очень хорошо получается в чате сейчас. Вот, я пока вопросы не вижу, может быть, мне наши коллеги помогут, да, сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok